Кировский роддом не закроют. Наша съемочная группа побывала в одном из старейших роддомов Кемерово, пообщалась с врачами и пациентками. О возможных причинах закрытия, а также почему областные власти пересмотрели свое решение в сюжете Дарьи Масловой. Родильный дом при второй городской больнице, один из старейших в областной столице, функционирует уже более 60 лет. В этих стенах родилось не одно поколение кемеровчан не только из Кировского района, но и всей правобережной части города и близлежащих поселков. Всегда подлежат госпитализации женщины в сроке от 36 недель, от 35-36 недель. Но бывают случаи, когда и в нашем роддоме появляются и более маленькие дети. В нашем роддельном доме есть палата интенсивной терапии, поскольку реанимационное отделение не положено по коечному фонду, положена палата интенсивной терапии. У нас есть два аппарата, ИВЛ, есть кювезы, необходимые для выхаживания маловесных детей, недоношенных. Все необходимые реанимационные оборудования. С 2011 по 2013 года здесь провели масштабную реконструкцию по проекту модернизации здравоохранения. В родильном блоке пять родильных залов, изолированных друг от друга, где женщина может находиться одна, либо вместе с родственниками, или мужем. Цветовая гамма здесь не больнично-белая, а оборудование во всех залах новое. Здесь необходимая подводка кислорода. Это вообще этот блок можно переформировать при экстренной какой-то ситуации, операционной. Здесь находится аппарат ИВЛ, необходимая. Сами пациентки, как уже рожавшие, так и только готовящиеся к появлению на свет малыша, отзываются о персонале роддома в целом положительно. Кто-то пришел сюда пешком, а кто-то прочитал в интернете отзывы и не прогадал. Я вообще жительница ФПК, и мне сюда далековато было. Мы с мужем приехали сюда на такси. То есть, если даже просто обратиться в интернет, Кировский роддом находится на вершине по рекомендациям. Я убедилась в том, что отзывы положительные, они реальны. То есть, все соответствует отзывам. И от меня будет также положительный отзыв. Я работаю участковым терапевтом в данном лечебном учреждении. И интернатура здесь тоже проходила. Здесь прям как у себя дома. Очень такая добрая атмосфера. Все такие дружелюбные, помогут. Так как я, ну, первородящая, опыта у меня нет. То есть, обратиться за помощью можно к любому, что никогда не откажут. Все помогут, расскажут, покажут. Мама меня рожала в этом доме. И то, что моя дочка здесь родилась, это тоже для меня большая честь. Это мое первое чадо. Но думаю, что не последнее. Обязательно приду только сюда, потому что, как говорится, дом и родные стены помогают. Поэтому для многих известие о возможном закрытии роддома и создании в этом помещении центра гнойной хирургии прозвучало как гром среди ясного неба. Такое заявление сделала заместитель губернатора Елена Малышева в ходе пресс-конференции 6 февраля. В этом роддоме, как ни в каких других, уменьшается случай родовспоможения. То есть, 2017 год – это 977 случаев, 2018 год – 895 случаев. Каждая жизнь любого человека в Кемеровской области для нас – это бесценный подарок, который мы должны беречь и охранять, нести. И для этого мы должны делать все, что от нас зависит. Так вот, в Кировском роддоме на сегодняшний день нет и не предполагается реанимации новорожденных. Нет возможности спасать детей с малым весом. В минувшую субботу жители Кировского района пообщались с представителями областной администрации и привели аргументы в пользу сохранения роддома. Среди них удаленность района и качественная медицинская помощь, в том числе и экстренная. Ведь именно здесь бригада специалистов, в которую входят неонатологи, в случае необходимости способна оказать новорожденным экстренную первичную помощь. И только после этого крошечных пациентов переведут в перинатальный центр. Разговор серьезный, разговор резкий, разговор сильный, разговор содержательный. Мнение кировчан однозначно, что систему родоспоможения в Кировском районе нужно сохранить в том виде, в котором она есть. Я считаю, что результатом общественных слушаний ответом на вопрос, нужно ли закрывать Кировский роддом, прозвучало однозначно нет. Соответственно, данный вопрос общественных слушаний кемировчан не прошел. Иными словами, мнение кемировчан было услышано, и роддому городской больницы номер 2 в Кировском районе областного центра суждено продолжить свою работу. Дарья Маслова, Александр Вергезов, Видимости, телекомпания ТВМОСТ.